Автомобиль на постаменте сегодня закрыт строительными лесами и полиэтиленовой пленкой, за которой кропотливо трудятся реставраторы. По возрасту ЗИС-5 уже 80-летний дедушка, а потому год от года детали необходимо обновлять. Когда мы проводили, снимали краску, то есть пескоструем, там выявилось очень много трещинок, штукатурка отходит, где-то слегка сгнило, то есть стекла поменять, фары поменять. Если это после этого все выявляется, мы сейчас устраняем, проводим подготовительные работы, чтобы начинать грунтовать, красить. Работы обещают завершить до 6 мая, тогда самарский ЗИС будет выглядеть как новенький. Сталинцы будут рапортовать съезду массовым выпуском автомобилей ЗИС-5 и трехосным ЗИС-6. Автомобиль, серийное производство которого началось в 1933 году, стал основной машиной Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. ЗИС-5 обеспечивал транспортировку людей и боеприпасов. В память о подвигах военных шоферов в Куйбышеве автомобиль был установлен на постаменте в 1985 году. С тех пор городские власти ежегодно проводят восстановительные работы. Военные машины работали в самых сложных условиях, поэтому в таком очищенном виде они не были никогда. И сегодняшняя реставрация автомобиля – это прежде всего дань памяти и уважения создателям автомобиля и шоферам, которые проехали фронтовыми тропами через всю войну. В 40-е годы автомобиль выдержал суровые испытания военным бездорожьем и внес свой вклад в дело победы, но оказался бессильным перед факторами времени и отношений наших современников. Мы сталкиваемся с такой проблемой, что вандалы постоянно что-то как-то допортят памятник, рисуют, оставляют царапины, поэтому приходится с этим бороться. Но просто как бы должны люди понимать, что автомобиль довольно старый. Но, как уверяют эксперты, если машине обеспечивать должный уход, она простоит еще десятилетия. К 75-летию Великой Победы город приводит в порядок все мемориальные сооружения. Триумфальные арки на аллее трудовой славы устроили водные процедуры. Но чтобы не повредить чувствительный к влаге белый мрамор, моют только бронзовые барельефы. Обновили комплекс памятников на площади героев 21-й армии. Приводится в надлежащий вид памятники 12 штук на аллее трудовой славы по улице юных пионеров. Также у нас задействованы в приведении в надлежащий состояние памятники, находящиеся на улице Осибенко. Это стеллы у фонтана, стеллы жителям Октябрьского района, погибшего в годы Великой Отечественной войны. И памятник несовершеннолетним. Также памятник жителям Куйбургского района, это на улице Охтинской, это речникам. По окончании режима самоизоляции жители и гости Самары смогут увидеть город в самом торжественном виде. Олег Зверев, Максим Гусев, Сергей Баскин. События. Продолжение следует...